Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Решение вступило в силу. Участники судебного процесса, связанного с детским садом «Хэппи Бэби», выплатят несколько миллионов за свои махинации. Теперь разводят руками. В Барнауле задержали мужчину, который занимался неприличными делами, у всех на виду. Ущерб как минимум 2 миллиона. Сотрудники музея «Белоярская крепость» рассказали о своей трагедии, как Форпост пострадал после серьезного пожара. Начнем выпуск судебного решения, которое накануне вступило в силу. Более 5,5 миллионов рублей взыщут с бывшего представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань, а также экс-заведующей скандально известного детского сада «Хэппи Бэби» Елены Воротниковой. Это проценты от махинаций с субсидией. Два года назад мы рассказывали об этой схеме. В 2015 году Штань и Воротникова незаконно завладели федеральной субсидией на сумму 14 миллионов рублей, которые должны были пойти на развитие детского сада «Хэппи Бэби». Похищенные деньги Стелла Штань вернула, будучи фигуранткой уголовного дела. И Штань, и Воротникову тогда приговорили к условным срокам. Однако теперь прокуратура и Минэкономразвитие потребовали, чтобы женщины выплатили в казну проценты за пользование чужими средствами. Несмотря на то, что адвокаты пытались оспорить взыскания, Алтайский краевой суд с учетом позиции прокуратуры края оставил решение без изменений. Барнаулиц получил штраф за непристойности действия и жесты. Люди восприняли их как неуважение. Транспортные полицейские задержали 56-летнего мужчину, который, скажем так, нарушал общественный порядок вблизи остановочной платформы. Полицейские составили протокол об административном правонарушении. На вопрос, какие цели преследовал, виновный ответил, что цели не было. Вы понимаете, что это недопустимо? Я сделал глупость, которая необъяснимая. Октябрьский районный суд Барнаула признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал. Какова цена расплаты – неизвестно. На передовую из Барнаула сегодня отправили первый в этом году груз для омских, мобилизованных и сибирских подразделений разведки. Груз дорогостоящий – порядка 10 миллионов рублей. Собирали его всем миром. Народный фронт, волонтерское движение «Разведка Сибирь», Совет поддержки воинских частей и компания «Союз». За погрузкой следили наши корреспонденты. Мороз сбором фуры для военнослужащих не помеха. Она отправится на самое сложное сейчас – бахмутское направление. Первыми грузят два автомобиля – УАЗ «Хантер» и «Газель». Сейчас я с разгончиком. Не как тот танк. На этот раз груз очень ценный и нужный. Впрочем, как всегда, необходимая для мобилизованных, в том числе разведчиков, собрали на весьма внушительную сумму – в 10 миллионов рублей. Есть здесь целая эскадрилья дронов, то есть рэп-систем. Есть система защиты дронов, тоже изготовленная здесь, у нас на Алтае. Система наполнения. Техника традиционно отправляется. Две единицы техники. Квадроцикл, который тоже подарен. Здесь лично Владимир Николаевичем от Машкиным. И это очень важно для группы эвакуации, для разведчиков. В фуре поедут усваренные в крае печки буржуйки, блиндажные свечи, маскировочные сети. Два госпиталя получат несколько инвалидных колясок и очередную партию медикаментов. Близкие по традиции отправляют ребятам на передовую посылки и письма. Большую помощь погрузке сегодня оказали студенты архитектурно-строительного колледжа. Хрупкий груз складывают особенно аккуратно. Там квадрокоптер, там тепловизор. На него только мягкое. Сопровождать груз практически до места назначения будет руководитель волонтерского движения «Разведка Сибирь». Говорит, старались удовлетворить любые просьбы ребят с фронта. Поэтому в фуре есть и вкусное сало, и такой необычный груз, как веники для бани. Это просьба от солдат, потому что, когда наши разведчики возвращаются с заданий, к сожалению, все грязные, мокрые, им необходимо отогреваться. Поэтому очень попросили веники. Поэтому большое спасибо жителям Первомайского района, города Бийска, Косихинского района, которые собрали целую партию веников. Теперь самое главное – доставить фуру как можно скорее. На этот раз Барнаульцы надеются, что до места назначения она доедет за неделю. А в феврале уже будет очередная отправка. Делаем все, делаем вместе все для победы. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Потепление должно прийти на Алтай уже в начале февраля. А пока что из-за переменчивой погоды столица края напоминает каток. Как с этим борются дорожные службы и сколько тонн реагентов уже высыпали на дороге и тротуары Барнаула – смотрите далее. Зима в этом году хоть и теплая, но преподносит сюрпризы, главный из которых – переменчивая погода. Из-за череды потеплений и похолоданий краевая столица сейчас похожа на огромный каток. С гололедом ежедневно борются более ста единиц техники и множество рабочих бригад. Последний дождь, который прошел совсем недавно, и очень резкое похолодание, естественно, очень сильно отразились на работе дорожной службы, так как образовалась наледь на тротуарах и на проезжей части. Посыпаем тротуары песком и бианордом, это реагент. Бианордом посыпаем и затем всю наледь снимаем с тротуаров. С начала сезона на улице города высыпали более 32 тысяч тонн песко-соляной смеси разной концентрации. В первую очередь дорожники обрабатывают остановочные карманы, подходы к пешеходным переходам, тротуары во всех районах города. Далее занимаются дорогами. Гридируем проезжую часть сначала, затем делаем валы снежные, снег убираем и вывозим все на специальные пункты снегоотвалы. Однако некоторые припаркованные автомобили мешают уборке снега, поэтому барнаульские дорожники настоятельно просят не оставлять машины на проезжих частях хотя бы ночью. Жить станет спокойнее, ведь теперь барнаульским светофорам не страшны кибератаки. В краевой столице установили умные светофоры защиты от такого рода атак. Светофорные объекты обустроили на 39 участках дорог. Большинство расположены на оживленных улицах – на Попово, Власехинской, на Павловском тракте и не только. Умные светофоры защищены системой обеспечения информационной безопасности, которая предотвращает кибератаки. Отметим, что работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы проводятся в рамках нацпроекта. На это направили больше 400 миллионов рублей. В Алтайском крае проводят рейды по выявлению нелегальных таксистов. Так, в Заринске уже выписали 4 протокола о нарушениях. Водителей привлекли к административной ответственности. Максимальный штраф – 30 тысяч рублей. Напомним, с 1 сентября прошлого года в России ввели новый закон о такси, согласно которому пассажиров могут обслуживать лишь перевозчики с определенным разрешением. Его можно получить в Министерстве транспорта, на госуслугах, либо в МФЦ. Также водители должны проходить обязательные медицинские и технические осмотры. Правоохранительные органы Алтайского края отслеживают выполнение всех требований закона как минимум один раз в месяц. В Барнауле рейды проходят чаще. 12 пьяных водителей задержали в Алтайском крае за сутки. Причем двое из них сели нетрезвыми за руль повторно. Сейчас им грозит уже уголовная статья. По данным Краевой госавтоинспекции, всего за 23 января правила движения на дорогах региона были нарушены 746 раз. Кстати, наши соседи в Республике Алтай в ближайшее время планируют ввести практику примирования граждан за сообщение о пьяных за рулем. Сумма составит 5000 рублей. В нашем регионе такое пока не обсуждали. Для восстановления музея Белоярской крепости в Новоалтайске ищут неравнодушных предпринимателей, людей, которые занимаются лесом и всех, кто готов оказать помощь. Напомним, 21 января пожар уничтожил дом приказчика вместе со всеми его экспонатами. Какие убытки понес музей, причины возгорания и что нужно для его восстановления, выясняла наша съемочная группа. Так в ночь на 21 января горел музей под открытым небом Белоярская крепость в Новоалтайске, а именно дом приказчика. Пожар начался около двух часов ночи. Сначала огонь бушевал внутри дома, а ближе к утру охватил все здание. Сам дом приказчика, то, что от него осталось, он был поделен на две половины. Здесь было крыльцо очень красивое. Тут было полностью воссоздано историческое пространство. Тут два помещения. В одном помещении была комната приказчика, там была выставка оружия, доспехи, мушкеты, пистоли, сабли, шашки, одежда. А вторая половина была как женская. Там была воссоздана изба. Для посетителей дом приказчика открыли на новогодних праздниках 3 января. Гости могли почувствовать казачью атмосферу трехсотлетней давности, поучаствовать в мастер-классах, выпить чай из самовара и даже полежать на главном экспонате действующей русской печи, которая, кстати, по предварительным данным и стала причиной пожара. Она, кстати, сохранилась. Скорее всего, может быть, перетопили, может быть, что-то конструктивно недоработали. На самом деле сейчас очень сложно вот такие вещи компоновать. То есть если мы сейчас живем в бетоне, то здесь деревянная конструкция очень-очень уязвимая. Напомним, крепость уже горела в ноябре 21-го года. Тогда пострадала одна из возведенных башен. Причина возгорания по факту аналогичная – треснувший дымоход. Башню до сих пор не восстановили. Проект очень интересный. Проект на самом деле очень важный. Именно основал Тайска, да, вот с этой крепости, да, с ее, ну, пусть это просто пока макет, да, еще и пострадавший. Вот начиналась история Алтайского края. Именно здесь могла образоваться будущая столица края, но ей стал Барнаул. Белоярскую крепость основали в 1717 году как одно из первых русских оборонительных сооружений. Сегодня фонд ищет предпринимателей, готовых оказать помощь в восстановлении его копии. То есть, если у кого-то из крупных предпринимателей, да, есть возможность помочь, вложиться в это, ну, то есть не такие это большие деньги, вот, то мы, конечно, бы приняли эту помощь. Хотелось бы еще обратиться к людям, которые занимаются лесом. Если есть возможность оказать помощь именно лесом, да, ну, даже на дом приказчика это порядка, там, 40-50 кубов требуется леса там вместе с крышей, со всеми делами. Вот, то мы бы хотели, что, если такая возможность есть, если кто может такую помощь оказать, мы были бы очень-очень рады. А пока музей временно приостановил экскурсионную деятельность. Ущерб от пожара оценивают в среднем в 2 миллиона рублей. Трагедию, в которой сейчас находятся сотрудники музея, оценить невозможно. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Алтайские депутаты оценили производственный потенциал Барнаульского пивоваренного завода. На выездном совещании начальник пищевой промышленности и депутаты всех фракций во главе с директором по стратегии завода обсудили экономические показатели предприятия, перспективы экспорта и болевые точки пивоваренной отрасли. Все подробности у Валентины Аскеровой. Барнаульский завод по производству слабоалкогольных и безалкогольных напитков – один из крупнейших региональных производителей. Ежегодно выпускает больше 12 миллионов декалитров различных напитков. Предприятие почти полвека производит качественную натуральную продукцию. Энергетик весь идет в алюминиевой банке. Ну и затоник – новый для нас продукт, спортивный продукт. Тоже PET-бутылка, но 5, буквально 3 месяца еще ему нету. Активно развиваем и вводим на рынок. Завод является надежным налогоплательщиком. Ежегодно в казну края поступает 2,5 миллиарда налоговых отчислений от завода. И это при выручке в 5,5 миллиардов. Пивоваренная отрасль, ликероводочная отрасль – для нас одна из главнейших тем, особенно как для налогоплательщиков в Алтайском крае. По сути дела, их львиная часть в бюджет дает развитие Алтайскому краю. На выездном совещании начальник управления по пищевой промышленности Алтайского края Александр Большаков озвучил итоги работы пивоваренной отрасли за прошлый год. По итогам 11 месяцев, коллеги, в принципе, сработали мы, наверное, лучше, чем за последние 10 лет у нас не было лучших итогов. По пиву мы идем пока ниже 100%. Это и влияние мелких пивоваренных компаний, которые работают на рынке. Это крафтовое пиво, которое не позволяет. Это высококонкурентный рынок, как страны федералов, так и региональных брендов, которые не позволяют увеличить рынок продаж. Поэтому предприятия идут в развитие экспорта продукции, в развитие ино-региональных рынков, в развитие ассортиментной линейки своей. На выездном совещании обсудили возможности экспорта, приобретения комплектующих для производства слабоалкогольных напитков в условиях санкций, работу розничной торговли и маркировку, в которую алтайским промышленникам пришлось вложиться колоссально. Больше 100 миллионов на оборудование, больше 20 миллионов на программное обеспечение, ну и плюс ежемесячные расходы. Собственно, эффект, наверное, будет отложенный, пока еще сложно сказать. Ну, наверное, в этих новых условиях, особенно в торговые точки, им придется как-то приобщаться к этой системе и работать по закону. Сейчас пивоваренные заводы края стараются наладить поставки за рубеж. В частности, Барнаульский завод по производству алкогольных и безалкогольных напитков запланировал рабочую командировку в Арабские Эмираты, где на международной выставке презентуют свою продукцию. Если она понравится, то география поставок расширится. И об алтайских напитках будут знать не только в России, Индии, Китае, но и в Арабских Эмиратах. А это значит, что продажи увеличатся, и экономика алтайского края станет еще крепче. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Супругов, проживших много лет в официальном браке, возможно, будут примировать. В Госдуму внесли законопроект о выплатах семьям к юбилею совместной жизни. Такое решение многие общественники поддержали и сочли весьма уместным в год семьи, который накануне официально открыли в России. Хороший повод решили не упускать и мы. Наш следующий сюжет посвящен одной из 30 семей, работающих в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Нужно обязательно повторить общий анализ крови, посмотреть, как он поднялся, нет. И обязательно в реакцию посмотреть. Уже с утра все заказано. Он кардиолог, она трансфузиолог. Медицина связала студентов Руслана и Анастасии еще в 2007 году. И вот уже много лет врачи рука об руку и дома, и на работе. Причем семья Осетина и уроженки Казахстана с татарскими корнями – яркий пример развенчивания национальных стереотипов. Когда росла первая дочь, я большее время находилась на дежурствах. То есть она большее время росла с папой. Папа водил в садик, на танцы. То есть полностью такие были у них отношения. С младшей уже попроще. То есть уже как бы я где-то там старалась с ней быть. Но обе наши дочери выросли в больнице. Многие врачи знают наших детей. Во время своей работы дочери требовалось погулять. То есть я работала, она гуляла во дворе больницы. Сегодня супруги ждут третью дочку. Руслан признается, что мечтала о наследнике, но дочерей воспринимает как особый подарок от Бога. Говорит, главное, чтобы муж и жена любили и поддерживали друг друга. Тогда любые проблемы – несложности. Чита медиков, к примеру, детей воспитывает без помощи бабушек и дедушек. Дежурство в больнице скорой помощи в летнее время сменяет работа на даче. Но все успевают, остается время на хобби. Семья медиков, как и любой, наверное, семье, все-таки если семья создается, то это должно делаться осознанно. Это должно быть все-таки единожды и однажды. Самое ключевое, чтобы, естественно, царила любовь. В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи сегодня трудится 30 семей. Врачи убеждены, работа в экстренных службах учит ценить даже маленькие радости. Ну а семья, говорят медики, была и будет для них главной ценностью. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин